— Энергосеверственный контракт. Мне хочется все-таки узнать причину, почему вы так сильно его критикуете. Вот у нас был экономист Ахунов здесь, и он как бы на эту вашу критику заметил. Но если есть на рынке такой механизм, почему бы его и не использовать? Ведь денег сейчас нет. И нам в долг предлагают, в принципе, обновить всю сеть освещения наружного. Это 46 тысяч светильников, уличная сеть освещения. Почему вы так критикуете этот механизм? — То ли 44, то ли 45, то ли 46. Вообще-то 47. Эти цифры уже звучат как на рух. — Я на сайте мэрии видел 46 тысяч. — Да-да-да. А из уст Мавлиева уже 4 версии цифр высыпалось. Вот это и есть причина моего беспокойства. Мы не знаем деталей этого сервисного контракта. Мы не знаем сумм, которые будут выплачены. Потому что, смотрите, одно дело, по сути, город берет взаймы вот эти светильники, а потом выплачивает в рассрочку. Если кратко содержание механизма излагать, то есть некая почти благотворительная организация устанавливает 47 тысяч светильников за свой счет. И потом много-много лет подряд выбирает стоимость этих светильников по определенной схеме. — Ну, с небольшой маржей. — Надо полагать, что, да, надо полагать, что, конечно, эта организация — это не ассоциация Дедов Морозов. Так ведь? Это коммерческая организация. — Настолько. — Надо полагать, что, да, эта организация прекрасно видит ситуацию на рынке и в финансовом состоянии страны. Надо полагать, что эта организация прекрасно понимает, насколько разгоняется сейчас инфляция. И все это заложено, естественно, в арифметику этого контракта. У меня простой вопрос. Почему я критикую этот контракт и почему я задаю эти вопросы? Потому что мы не знаем его содержание. Покажите нам его целиком. — Разве они не публиковались? Были же тоже не публиковались. — Конечно, нет. В том-то и штука, что цифр пока нет. То есть нужно посмотреть, сколько стоят светильники, сколько, в какой период мы за них заплатим. То есть если он сейчас на рынке стоит, значит, этот светильник там 8 тысяч. А мы его покупаем, например, по 800. Ну, это многовато, да ведь? Ну, в конечном итоге, что если мы заплатим за него 800, может быть, имело смысл сейчас просто городу взять кредит и купить на этот кредит светильники. Тут надо просто соотнести финансовые механизмы. Многоуважаемый экономист, который вам комментировал вот эту ситуацию, он, безусловно, прав. В том смысле, что господин Ахунов имел в виду, что, ну да, на рынке существуют механизмы, но на рынке, например, существует кредитование. — Ну, одно дело, банковский процент, конечно. — Вот для того, чтобы заявлять о том, что это нам выгодно, давайте просто соотнесем банковский процент и условия этого контракта. И все успокоимся и разойдемся по домам. То есть, если это выяснится, я принесу глубочайшие извинения господину Мавлиеву, призная его гением современной урбанистики и прочее-прочее и так далее. — Просто если бы там что-то было такое, а у вас давно было уже что-то... — Откуда, откуда это остервенение в применении вот этого всего? То есть, испытывая глубокое недоверие к экономическим способностям наших властей, я обоснованно полагаю, что в этом контракте, значит, что-то не так. Вот и все.